приветствую меня зовут марченко юрий сегодня мы с вами поговорим немножечко о рынке в принципе как всегда о чем здесь еще говорить и поздравляю вас с тем что происходит на рынке сейчас настоящие ралли фондовые индексы растут с mp500 ртс растет все на позитиве сша китай вот-вот договорятся с первых дней января буквально подпишут они там свою фазу номер один борис джонсон нормально так выиграл всех обыграл и в общем сейчас на коне обещает вывести и англию из евросоюза с крутой сделкой ну и что он еще что у нас еще фирс фрс нас расширяет баланс огромными огромными объемы давайте начнем с него вот так тут выглядит сейчас баланс фрс увеличивают они ну как это конечно вся полная картина до увеличивают они вот так вот вот все это дело скорее так как-нибудь красиво сделать да вот так это все дело выглядит ссылки на те документы которые я буду показывать будут в описании к этому видеоролику поэтому вы можете сами проанализировать посмотреть ну на что здесь стоит обращать внимание безусловно здесь стоит обращать внимание на то с какими темпами увеличивается баланс фрс я уже в принципе каждый раз вам об этом говорю и сейчас можно сказать что несмотря на то что 60 миллиардов долларов в месяц фрс обещала увеличивать баланс на самом деле они это делаются скоростью порядка 100 миллиардов в месяц что достаточно много и что самое интересное они уже даже анонсировали о том что они будут увеличивать свой баланс и еще больше на новогодние дни примерно нет нет не примерно более 50 миллиардов долларов сша будут так сказать вкинуты в рынок в виде там всяких репо в виде ставок overnight в течение следующего месяца об этом во всяком случае известил нам нас известил нас банк федеральной резервной системы нью-йоркский банк федеральной резервной системы ссылка на него тоже ссылка на этот документ тоже будет в описании и здесь вы можете посмотреть что начинает 12 16 декабря с расчетами на 17 января и так далее так далее 32 дневные репо 14 дневные 15 дневные размерами более 35 миллиардов долларов сша это те объемы которые не будут плане которой они планируют увеличивать и ставки overnight тоже будут увеличены в новогоднюю ночь 120 миллиардов долларов сша то есть огромными объемами они будут увеличивать свой собственный баланс это конечно не простое печатание денег то есть это нельзя сказать что нет на печатают и выкинут нет ставки репо они конечно же будут они двухэтапные до сначала деньги а потом эти деньги должны возвращаться но зачем они это делают джерон пао говорил о том что у них есть кризис ликвидности на денежном рынке и он отмечал что они будут бороться с этим кризисом методом вот как раз таки репо чего они успешно и делают это все важно для того чтобы понимать что деньги системе есть это все важно для того чтобы понимать что кризиса и краха не будет во всяком случае при текущей ситуации если они конечно не пойдут на попятное и на что стоит еще обратить внимание на экспирацию да сейчас проходит я бы так сказал на этой неделе проходят экспирации многих вечных контрактов поэтому некоторые flat либо повышенная волатильность ну в общем рынок немножечко будет может вести себя иначе 2 прошу прощения 16 декабря пошли прошли последние торговый день для декабрьских фичерсов на валютную на валюту на бирже семьи фактически там все расчеты будут завтра 18 числа 20 декабря будет экспирации последний торговый день на smp 500 в принципе вы уже можете посмотреть что на рынке проходит такой этап как ролловер ролловер ну для тех кто не знает либо не догадывается что это такое это процесс когда участники рынка перекладывается с одного фичный контракт на другой то есть закрывает свои позиции на декабрьском и открывает аналогичные позиции на декабрьском зачем-то надо но для того чтобы оставаться в позиции если они конечно не хотят выйти на экспирацию и лишиться собственной позиции и мы сейчас видим что по данным за пятницу за 13 декабря уже практически 50 на 50 до уходят контракты из декабрьского фича чуть больше приходят контракты в мартовский фич на индекс smp 500 и поэтому говорить о том что там ну там сильно важно сильно серьезно не приходится просто на это стоит обращать внимание и бытует мнение что рынок падает после декабрьской экспирации что рынок падает после нового года после окончания календарного года что типа все санта ралли закончилась будет падение надо шортить но прежде чем подтверждать либо опровергать это мнение давайте посмотрим на историю я для вас приготовил 10 лет ретроспективы это 2009 окончание 2000 прощения окончания 2008 даже вот так правильно будет сделать окончание 2008 2009 год окончание 10 11 12 вот с маленьким погрешностью но тем не менее мы просто смотрим сами динамику и обращаю ваше внимание на что на то что в 2008 году сразу после нового года безусловно было снижение после нового года и я бы даже сказал после декабрьской экспирации фичерсов по 500 и мы видим что снижение правда весь 2008 проблемы были достаточно большие зато я бы не сказал что после окончания 9 года были какие-то проблемы до снижение присутствовало снижение было около 7 процентов на тот момент это конечно казалось прям наверное очень крахом но потом последовал рост последовал неплохой рост порядка на 15 процентов в 2000 после окончания 2010 года и вообще принципе не было никакого падения сразу с первых дней нового года рынок вырос на 8 процентов примерно то же самое было и в 2000 после окончания 2011 года оба значит и и после окончания 12 года и после окончания 13 года значит запнулись мы после окончания 14 года какого-то существенного роста не было было повышенной волатильности в принципе хаев там особых и не было и то же самое относится к 15 году однако вот 16 год все нормально 17 год все нормально 18 год я думаю все прекрасно помнят 19 год пока еще не не известно то есть что мы сами получаем мы сами получаем что за последние десять лет после новогодних роли после нового года во всяком случае календарного года напомню что финансовый год в сша заканчивается в сентябре с первым сентябрем начнется уже новый финансовый год а в конце календарного года индекс ошибкой не заваливаются вас так в случае из 10 лет ретроспективы раз два три четыре года состоялось какое-то падение причем я обращу ваше внимание на то что падение когда стоялась после 2008 года тогда все заваливалась извините 14 15 тогда когда федеральная резервная система сша прекратила программу куе я в сексу ч анонсировал ее окончании 2018 год когда фрс не то чтобы не проводила программу куе а даже наоборот уменьшался собственный баланс другими словами я хочу сказать что фактически рынок не растет если баланс фрс не увеличивать сейчас будут фактически ну рекордные если такими темпами дело пойдет кто к середине января а конца января скорее всего точно баланс фрс превысит новые максимумы и это будет конечно что-то новое да это финансовый пузырь дает накачка ликвидности и это путь по и пани зации япония тем более это на постоянно скупает все свои активы она постоянно дает деньги системе банка и так далее так далее и нет ничего не помогает но у нас такая реальность еще бен бернанке в 2008 году впервые запустив куе фактически посадил рынок на валютную ликвид на ликвидность в принципе и на на деньги которые печатаются со стороны регуляторов что мы с вами можем от этого подчеркнуть дом все очень просто на самом деле сейчас смп 500 и находится на своих хаях 3200 до это тех а и которые в принципе о которых мы сами говорили в прошлых обзорах я говорю что 3200 будет если будет 3200 до конца года считать что санта ралли реализовалась до полтора месяца с начала года но порядка четырех с половиной процентов от самого минимума ой полтора месяца с начала декабря но от минимума декабря до это порядка четыре с половиной процента четыре с половиной процента это в принципе уже даст до почему-то три а 4 4 4 2 4 20 процентов это в принципе можно назвать достаточно таки нормальным ростом и сейчас можно делать некоторый вывод что этот рост продолжится правда прямо сейчас покупать ну конечно это х и очень большие поэтому если кто-то не стал там take например на 3200 то может быть и можно подождать каких-то частично зафиксироваться и дождаться каких-то откатов я честно говоря больше склонен к тому чтобы дождаться какого-то кризиса не кризиса какого-то отката каких-то негативных новостей чтобы smp 500 и завалился потому что я знаю что скорее всего будет выкупать выкупать благодаря тем деньгам который будет печатать который будет заметно бандов ты бился давать фрес и это на самом деле крутая на мой взгляд идея то есть что получается я бы назвал был зону 3 145 3 165 до достаточно такую большую серьезную но зоной которые можно рассматривать как лонг зон то есть зона где можно покупать и здесь смотрите какая крутая штуковина сша и китай фаза номер один подписывают подписывает когда начале января отлично если оттуда будет негатив то это в принципе повод для того чтобы себе 500 и хоть как-то снизился хотя бы до тех рубежей которые бы нам были бы привлекательны отсюда я бы рассматривал какие-то длинные позиции 3 200 очень такая реальная цель 3 250 нормально в принципе не так уж и плохо все это дело выглядит получается что декабрь закроется де-факто с ростом 3 процента что вполне реально и есть оптимистичная цель 3 300 достижения которые скорее всего уже на этот год не выпадет но в принципе говорить о падении наверное не приходится и стоит отметить что сша и китай подписывают фазу номер один на уровне министров то есть это не трамп подписывается дим пинами понимаете это еще говорит о том что ладно даже если они подпишут еще далеко не факт что эти соглашения кто-то будут соблюдать и как только начнется не соблюдение этих соглашений посыпется и твиты и и дальнейшие переговоры в общем весь тот негатив может снизиться все это припадет это должно найти отражение нападения от вы уже можно будет и рассматривать какие-то длинные позиции что у нас в англии в англии тоже на самом деле все а прошу прощения вперед планы бегу европейская валюта соответственно тоже я думаю что мы можем сами рассчитывать на какой-то рост и европейской валюты по отношению к доллару сша почему потому что доллар сша слабее значительнее куе в европейском центральном банке 20 миллиардов долларов 20 миллиардов евро в месяц и в принципе они в этом же объеме соблюдают об этом говорят их отчеты сша вы видите сто значительно больше фактически сша ослабляет свою валюту значительно сильнее чем это делать европейский центральный банк тем более что на прошлой неделе кристин лагард вообще ничего не сказала мы сами говорили о том что ее основная задача уронить европейскую валюту потому что инфляция нифига не растет прошла предконференция что он этом сказала ничего нового опять отметила важность что это нужно делать опять сказала что нужны какие-то новые методы какие блин нафиг методы никто ничего не знает шансов уронить европейскую валюту для лагард мало потому что ставки в отрицательной зоне куе запущена больше запускать нету смысла и даже нечего там сон в неделю выкупать нужно что-то новое пока она ничего нового для рынка не предоставит европейской валюты не на чем факт фундаментально слабеть поэтому движение вверх для меня является здесь в этом плане основным ну честно среднесрочно до рассматриваю вот эту зону это 110 90 110 50 как место где можно подбирать какие-то длинные позиции если что добирать один 1020 109 80 тоже длинные позиции с целями 1 1170 1 1250 но среднесрочно так сказать горизонтом на месяц может быть на полтора хотя все может реализоваться достаточно быстро про обновление минимумов 108 80 я думаю что вообще можно пока забыть если конечно на попятное не пойдет фрс либо что-то европейский центральный банк не придумает тем более что там какой-то крутая крутые вещи творятся со стороны англии и на самом деле для европейской валюты это почему-то позитив потому что когда вышли экзит полы по выборам и мы увидели что борис джонсон не просто побеждает а вообще просто разгромным счетом ведет и это прям вообще просто класс позитив да я говорил то что позитив заложен на фунт доллар позитив того что борис джонсон выиграет но перевес у него явно шикарно оказался и фунт на тот момент выстрел очень серьезно то есть даже позитива было недостаточно но сейчас я бы сказал что наверное все с позитивом закончили как бы тот факт что англия выйдет со сделкой из ес наверное это уже сидит в цене до 31 января во всяком случае пока негативной информации в обратную сторону не поступало но если мы с вами попробуем прикинуть а сколько это сейчас фунт может ли у нас что-то подрасти то я бы обратил ваше внимание на стоимость долговых бумаг красные это у нас десятилетние бумаги синяя это у нас двухлетние бумаги не стоимость прошу прощения а доходность и отметил бы ставочку 0 75 текущую процентную ставку которая есть в банке англии мы сами видим что в принципе обе эти доходности уже подросли к текущей процентной ставки что говорит о том что ну дальше доходности расти не должны потому что это бы говорило об ужесточении монетарной политики а это на мой взгляд сейчас невозможно в тот момент когда все развитые страны напротив понижать свою процентную ставку кстати центральный банк российской федерации сделал это в прошлую пятницу на 0 25 процентов что в принципе в рамках наших ожиданиях о чем и говорится они недели назад и что мы делаем дальше но дальнейший рост наверное существенным ждать не приходится поэтому в принципе это идея конечно такая больше контр трендовая идея которая говорит о том что продавай на фактах то есть вот этот весь рост о том что борис джонсон выиграет это все покупка на на слухах сейчас переходим к стадии продавай на фактах то есть уже тот факт что он выиграет уже тот факт что брать состоится он уже как бы нами в цене поэтому коррекционно чисто технически можно попробовать доехать да там от сопротивления в сторону 131 75 1 30 10 ну а о серьезном падении наверное говорить не придется скорее всего за этим с перспективой на повышение ну вот так на мой взгляд выглядит рынок встречаемся сами встречаются сами уже получается попробуем поговорить и подвести некоторые итоги через неделю если есть что-то интересное добавить в элку как говорится в комментариях на этом все хорошей недели